Олег Казиков давний любитель иркутского хоккея. Открытие ледового дворца Байкал ждал давно и точно не думал, что домашние матчи этого сезона ему придется смотреть по телевизору или в интернете. Иркутский болельщик считает, без зрителей на трибунах игра совсем теряет свой смысл, ведь порой поддержка влияет на исход матча. Это не только нужно болельщику, это прежде всего нужно игрокам. И вот открытие сезона, которое мы проводили здесь в Иркутске, с Динамо Москвой игра была. Я уверен, что если бы были болельщики, естественно, счет бы был совершенно другой. Я не говорю, чтобы мы обязательно выиграли, но во всяком случае, ребята бы по-другому относились к игре. В ледовом дворце Байкал тоже скучают без зрителей. Планировалось, что открытие арены на хоккей приведет много новых болельщиков. Но планы разрушила пандемия коронавируса. И теперь здесь теряют много денег с продажи билетов. Руководители Байкала уже обращались и в правительство Иркутской области, и в Роспотребнадзор. Но пока ситуация в регионе не позволяет проводить игры при заполненных трибунах. Правда, любители хоккея с мячом не понимают, почему сейчас можно ходить в торговые центры, но нельзя посещать спортивные баталии. Тем более, когда зрителей пускают в Ульяновский и Новосибирский. Также смогли добиться права посещать матчи болельщики Архангельского водника. Естественно, соблюдая все правила. Соревнования всероссийские, в частности, чемпионат России мы можем проводить, но при этом мы не имеем права пускать болельщиков. Сами понимаете, да. Инициатива Архангелогородцев, в принципе, заслуживает внимания. Если наши болельщики этого смогут добиться, вот поправок в этом указе губернаторском, тогда будет просто прекрасно, и мы сможем начать продавать билеты. Но пока на ледовом поле Байкала без зрителей играют не только хоккеисты главной иркутской команды, но и детские коллективы, которым важно выступать при поддержке родителей. Когда же эти кресла будут заполнены, хотя бы наполовину неизвестно. Летом этого года, благодаря коллективным обращениям, спортсмены смогли отстоять право проводить соревнования. Теперь слово за болельщиками, которые истосковались по любимым играм. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков и Константин Синицын. Айс ТВ.